Про природу, про авто, о кулинарии и музыке научной, да и просто развлекательной. Всего 15 штук российских каналов с сегодняшнего дня запрещены на Украине. Власти объясняют, так борются с российской пропагандой, однако центральные информационные каналы и без того давно отключены. Развлекательные каналы, они показывают реальную жизнь в стране. И вот эту реальную жизнь они решили тоже закрыть для глаз украинских граждан. И поэтому я думаю, что это не последние 15 каналов. На Украине вообще едва ли не раз в неделю запрещают что-то российское. Начинали с языка до скульптуры, из тех, кто ее создает. Они меня сначала зачисли в белой спице. Потом они пристали ко мне, я им сказал, что я люблю свою страну и люблю своего президента. Идите в жопу. Меня сразу в черной спице. Под программу защиты национальных интересов в свое время попала даже ирония судьбы. Запрет к показу всерьез обсуждался на высшем уровне. Гафта в нем, конечно, нет. Зато там играет Талызина. А она включена в черный список врагов, в котором десятки народных и заслуженных артистов. Кобзон, Безруков с Боярским и даже Жерар Депортье. Всего несколько сотен фамилий. Актеры, писатели, музыканты. Вот эта оголтелая, запретительная история. То есть очень предвзятое отношение. То есть они вот в русофобии и в ненности к России, которую воспитывают. Они просто запредельные вещи совершают. Практически невозможно работать на Украине российским журналистам. Их разворачивают в аэропорту, лишают аккредитации, выдворяют из страны. Они честно признались. Мы ничего не видели. Нам сказало руководство, что раз человек имеет отношение к прессе, то нужно его депортировать как-то прям по-быстрому. Спрашивать и рассказывать об украинской жизни российским журналистам нельзя. Хотя их киевские коллеги в России пока не жалуются. Вот, например, Роман Цымбалюк. Каждый год задает лично президенту неудобные вопросы. И при этом спокойно живет и работает в Москве. Я же прекрасно говорю на русском языке, практически без акцента. Визуально ничем не отличаюсь. Поэтому никаких проблем с этим нет. Теперь уже и многие украинские артисты и эксперты говорят о том, что власти вместо того, чтобы бороться с государственными проблемами, сражаются с ветеринными мельницами. Только чтобы показать, что хоть какая-то борьба идет. Так или иначе, уверены эксперты, русские каналы и разрешенные артисты скоро совсем закончатся. И что тогда будет угрожать национальной безопасности Украины. Михаил Плохотник, Валентина Белова, Ратмир Адбашев, Илья Филиппов. Итоги дня. Редактор субтитров А.Семкин